Интеллектуальный отдых. Делегация умников из Мариел отправилась в Самару на 4-й молодежный форум Приволжского федерального округа ИВЛГ-2016. Участникам предстоит презентовать уникальные проекты по развитию своих регионов. Какие и как готовились участники из Мариел к поездке? Об этом не только в материале нашего корреспондента. Рюкзак, теплая одежда и документы. На 4-м молодежном форуме ИВЛГа делегация из Мариел будет многочисленной. 85 участников и 85 уникальных проектов. Приволжскому форуму подготовку начали еще в марте. Научные эксперты, бизнесмены, чиновники. Работа каждого участника выдержала серьезную предварительную подготовку. Наши ребята там очень хорошо себя показывают. Всегда до около 10 проектов у нас получают гранты. И поэтому это тоже очень важно для их поддержки. А мы, в свою очередь, из этих ребят потом видим, кто из нас действительно является кадровым резервом для дальнейшей нашей деятельности. В составе делегации и бывалые участники, и новички. На форум приезжает молодежь от 18 до 30 лет. Для Максима Грибина и ИВЛГа первый опыт презентации собственных наработок. В прошлом году таких изобретателей организаторы отыскивали. Сейчас они записывались сами. Главное иметь оригинальную идею. Я занимаюсь разработкой программно-аппаратного комплекса для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Это будет шесть датчиков, которые будут крепиться на руки, голову, пояс, ноги. И они будут помогать пациенту проходить сам этот курс. То есть в случае неправильного выполнения упражнений он будет оповещать человека об этом. На поддержку рассчитывает и студентка факультета иностранных языков Мария Михеева. Свою бизнес-идею проработала до мелочей. Считает ее перспективной и необходимой. Проект обучения английскому языку детей с особыми потребностями здоровья. Сюда включаются дети ЗПР, ДЦП с ослабленным вниманием и воображением. Проект очень оригинальный, потому что нет ничего подобного в соседних республиках. Он уникален в этом роде. Вообще теме реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья уделили внимание многие участники. Будущий юрист Эльмира Галиулина предлагает создать студию по развитию творческих способностей особых детей. Дети, больные диагнозом с аутизмом, могут заниматься профессионально вокалом, рисованием. Также туда будут входить курсы хореографии и ИЗО. Найти инвестора – главная задача любого молодого разработчика. Хотя на Иволге собираются сотни предпринимателей, там они только присматриваются к работам молодых ученых. Впрочем, те, кто успешно защитят свои проекты, могут рассчитывать на грант в размере от 100 до 300 тысяч рублей. В прошлом году в Морел таковых было три человека. По прогнозам организаторов, на форум соберется более двух тысяч участников со всего Приволжья. Будут гости из Франции, Китая. Обучающие смены самые разные – от патриотических до политических. Всего 10 тематических направлений. Впрочем, главными инвестициями на любых образовательных площадках являются знания, которые без собственного стремления к ним не купишь ни за какие деньги.